Аналитика от Макси Форекс используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 27 февраля и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. Внимание! Сделайте первые шаги, не рискуя реальными деньгами. Откройте реальный Форекс-счет, получите доступ к демо-счету на эту же сумму и начинайте зарабатывать. Прибыль с демо-счета зачислится на ваш реальный счет. Акция продлится до конца месяца. Подробности вы можете узнать, связавшись с менеджером компании. На европейской сессии в пятницу курс единой валюты вновь изобновил рост против доллара США в преддверии запланированного на эти выходные саммита Большой двадцатки. Рыночные ожидания итогов этой встречи весьма высоки. Выделение дополнительных финансовых ресурсов для МВФ и финансирование Европейского стабилизационного фонда, неограниченные и дешевые краткосрочные кредиты от Европейского Центрального банка на сумму около 470 млрд евро, которые будут распределены на аукционе в среду, все эти факторы активно поддерживали рост единой валюты. Под влиянием позитивных настроений и восходящего импульса курс евро-доллара взлетел от азиатского минимума 1.3357 и под занавес торгов протестировал максимальный уровень недели на отметке 1.3486. В нашем сегодняшнем прогнозе ожидаем разворот пары на нисходящую коррекцию и снижение курса единой валюты к уровню дневного разворота 1.3430. В случае пробоя этого уровня снижение продолжится далее в ценовую зону 1.3360-1.33. Далее предполагаем возобновление подъема к целевым уровням 1.3486 и 1.3547. Не исключается также вариант подъема валюты и от текущих уровней открытия, что подтвердит пробой предыдущего максимума 1.3486. На торгах в пятницу фунт, как и евро, показал уверенное укрепление против доллара, однако при этом ралли британской валюты носило еще более масштабный характер. На фоне довольно сильной экономической отчетности по росту производства и усиления внутреннего и внешнего спроса на товарную продукцию, британец вырос почти на 180 пунктов против американского доллара. Рост ВВП также поддержал национальную валюту и хотя сам показатель не изменился по сравнению с предыдущей оценкой, тем не менее его составляющие экспорт и импорт продукции значительно превысили ожидания рынка. В этих условиях дополнительное стимулирование со стороны Банка Англии может и не понадобиться, что естественным образом увеличило спрос на британскую валюту. Курс пары на подъеме зафиксировал новый недельный максимум на отметке 1.5898, но к закрытию торгов несколько отступило достигнутого уровня. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем снижение пары фунт-доллар к целевым уровням 1.5867 и 1.5830. Если этот уровень будет пройден, снижение продолжится далее в направлении 1.5780. Если же продавцам британской валюты не удастся преодолеть уровень дневного разворота 1.5830 и закрепиться ниже него, последует возобновление подъема пары в направлении 1.5898, 1.5910 и 1.5936. Драгоценные металлы на торгах в пятницу 24 февраля демонстрировали разнонаправленную динамику, связанную как с предстоящими выходными, так и с большим количеством экономической статистики, публикуемой в этот день. Цены на золото, отметив максимальные минимальные уровни на отметках 1.782.79 и 1.770.41 за тройские унции, закрыли недельную торговлю вблизи достигнутого минимума. Цены на серебро также активно колебались в боковом диапазоне 35.71 и 35.19, а по итогам дня закрылись на уровне 35.37 за тройскую унцию. В экономической статистике понедельника еврозона отчитается об изменениях в объеме денежных средств в обращении и в объеме кредитования частного сектора. США опубликуют объемы незавершенных сделок по продаже жилья за январь месяц, а также индекс производственной активности от ФРС Даллас. Более подробную информацию по движениям валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.